Друг — это одна душа, живущая в двух делах. Привет, я Даша, и сегодня я рассказываю о книге Юрия Перова под названием «Прекрасная целостушка». Здесь два тома. Грубо говоря, это история жизни одной девушки, начиная с возраста, где-то 16 лет и заканчивая 60-летие. И история эта рассказывается в её любовных делах. Не хотелось бы употреблять слово «похождение». Родилась она где-то в конце 30-х годов, 20-го века, в начале 40-х, как-то так. Бабушка её закончила институт благородных девиц. Родители общепризнаны гениальными гинекологами. Да и сами племени располагают в какой-то сдержанности. То есть, помимо наглядного, так сказать, примера перед глазами, очень такого, правильных каких-то взглядов, и кровь такая благородная играет. Ну вот, человек с очень богатым опытом. Вот как сама она пишет о своём опыте. Среди тех, кто прошёл через моё сердце, были самые разные люди. Нарком, перед которым трепетала вся страна и вор в законе. Комсомольский вождь высшего ранга и профессиональный игрок. Настоящий принц и приёмщик вторсырья на джизинской свалке. Знаменитый певец и продавец мандаринов на центральном рынке. Величайший футболист, придворный художник и непризнанный при жизни гений. Мировая кинозвезда, ответственный работник ГБ. Известный диссидент, гомосексуалист, цыган, сексуальный маньяк, начинающий писатель, китобой, скульптор с мировым именем, грузчик базы ресторанторга, чемпион мира по шахматам, светило современной медицины, красавец-психолог, космонавт, джазовый музыкант, капитан атомной подводной лодки. Немаленький список, Герушка была не монашкой. Здесь легенда такая, автор сам Юрий Перов и некая женщина, дама, даже женщина, не совсем дама, пригласила его встретиться и отдала ему рукопись словами, вот книга о моей жизни, дарю, публикуйте под своим именем. Тут попытался как-то, все-таки писатели постоянно же донимают с просьбой прочитать, оценить, стоит ли продолжать и все такое. И Юрий Перов, решив, что это тот самый случай, попытался тактично как-то от этого отблеститься, но ему не удалось. Дама его очаровала, отдала рукопись, он пришел, сел домой, обо всем, сел домой, ага, пришел домой, сел за стол, начал читать, обо всем на свете позабыл и не стал с кресла, пока не прочел. Ну, уж не знаю, правда это или нет, но получилось что-то очень интересное, увлекательное, очень это легко и быстро прочитывается, история действительно занимательная, и если это все-таки написал Юрий Перов, а легенду выдумал, ну, для интриги, то остается ему только поаплодировать. Он сумел провести очень тонкую грань. Я хочу обмолваться, что книгу я читала не первый раз, даже не второй, где-то раз четвертый-пятый, плюс-минус один. Он сумел провести очень тонкую грань, то есть, с одной стороны, девушка очень опытная, а с другой стороны, это все-таки не производит впечатление книги, рассказывающей о некой кортизанке. Все это подается под соусом, я вот, если позвольте, снова и процитирую. Я знаю, что многие из вас стадятся себя, стесняются лишний раз показаться на альду, их страдают от своей полноты, сидят на всяких дурецких диетах, которые, в конечном счете, приносят только одни лишние килограммы, и проклинают тот день, когда появились на свет Божий. Простите ваши диеты, мои милые, посмотрите на себя пристальнее, и вы увидите, как вы прекрасны в своей доброте и женственности, как вы обворожительны и желанны. Знаю по себе, что мудры советы мало способны изменить нашу жизнь к лучшему. Ба-ба-бала, пропустим кусочек. Мой жизненный опыт во многом схожий с вашим, ну, мой так не похож, убедит вас в том, что вы заблуждаетесь, когда считаете себя недостойными счастья. Нужно только поверить в себя, и ни один из ваших дней жизни не будет потерян для любви. То есть всё подаётся по таким соусам, что, отписывая все свои любовные приключения, она даёт понять, смотрите, я полна, но при этом я желанна, меня любят мужчины, и я не стесняюсь своего тела, они не стесняются моего тела, и наслажайтесь жизнью. Именно делая ставку на это, я и читала все предыдущие разы эту книгу. Ну, грубо говоря, две книги, потому что, думаю, здесь два, как я уже говорила выше. Однако в этот раз, видимо, что-то изменилось в моём восприятии. Видимо, может, я стала со временем превращаться в ханжу какую-то, такую матрёну строгую, строгую вообще матрёну. И когда я перечитывала в последний раз, мне именно показалось, что как-то, да, что я читаю жизнеописание не прекрасной толстушки, как следует название, и не знаю, а приключение там Феодора, которую мы как-то знаем до того, как стать императрицей, византийской была кортизанкой. Вот. Но на самом деле это не очередная попытка написать авторам мужчины что-то для женского чтения. Даже если это и попытка, то очень-очень удача. Действительно, очень увлекательно всё это читать, всё это прочитывать. каждая встреча любви, скажем так. Хотя всюду нас ожидают описания этих встреч, но они очень-очень деликатные. Это не те описания, которые можно вставить в каких-то типичных женских романах, где там море эротики, если не сказать грубее. Нет, всё очень-очень деликатно, всё очень обходительно, всё очень так тонко. Да, поэтому чтиво хорошее я действительно рекомендую, в особенности, конечно, девушкам. На этом всё. Получайте удовольствие от чтения и до скорых книг. КОНЕЦ